С помощью выражения letIn можно не только давать локальные имена под выражение. Можно также определять локальные функции. Давайте посмотрим на пример. На прошлом уроке у нас имелась функция factorial 5 версия, которая использовала вспомогательную функцию с аккумулирующим параметром. Эта вспомогательная функция называлась helper и была определена на глобальном уровне с нулевым отступом. При этом эта вспомогательная функция нужна только для реализации функции factorial 5. Поэтому она засоряет глобальное пространство имен, будучи определенной на глобальном уровне, и нам хотелось бы определить ее локально. Это можно сделать, перенеся ее код в выражение letIn. Следующая версия factorial как раз устроена подходящим образом. Единственное изменение по сравнению с предыдущей версией заключается в том, что тело нашего того случая, когда n не отрицателен, выглядит не просто как вызов глобальной вспомогательной функции helper, а как конструкция letIn, причем в первой части этой конструкции определена функция helper. Это двухстрочное объявление. Точность повторяет то объявление, которое давалось для функции helper на глобальном уровне. У нас здесь имеются два уравнения, которые определяют одну и ту же функцию с помощью механизма сопоставления с образцом. В выражении in эта локально определенная функция вызывается, а естественным образом это допустимо, и единственное ограничение заключается в том, что отступы опять должны быть в точности одинаковые во всех равенствах, которые задают нам нашу вспомогательную функцию. Ну, естественно, они должны быть больше нуля, потому что нулевой отступ начинает глобальное объявление. Возможно также не только локальное определение функций, но и локальное связывание образцов. Давайте посмотрим на пример. У нас имеется функция roots, которая возвращает, как вы помните, по переданным коэффициентам квадратного уравнения пару корней квадратного уравнения. Пускай нам хочется написать функцию roots div, разность корней этого квадратного уравнения. Мы должны получить первый корень квадратного уравнения и второй корень квадратного уравнения. Мы могли бы сделать следующее, поскольку функция roots возвращает пару, мы могли бы объявить это возвращаемое значение некоторой парой p и потом здесь использовать snd и fst, то есть проекции этой пары. Но можно сделать короче, поскольку функция roots возвращает пару, мы можем внутри выражения let связывать не имя переменное и имя функции, а образец. Поскольку возвращаемым значением служит пара, мы здесь пишем конструктор пары, то есть скобочка открывается, скобочка открывается, между ними ставится запятая, и связываем сразу две переменные с элементами этой пары. В сопоставлении с образцом мы тоже можем использовать подобного рода конструкцию. Здесь она тоже допустима, и она позволяет коротко писать довольно сложные конструкции. Таким образом, мы можем связывать в выражении let in следующие три вещи. Мы можем, самая простая ситуация, связать переменную, мы можем связать определение функции, и мы можем связать образец.